Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем накануне открытия второго съезда Российского общества политологов с организаторами и участниками, естественно, этого съезда, сопредседателем Российского общества политологов, профессором, заведующим кафедрой и деканом факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станиславом Германовичем Еремеевым и исполнительным директором Российского общества политологов, доктором политических наук Игорем Ивановичем Кузнецовым. Спасибо, что нашли время, несмотря на все организационные подготовительные хлопоты, поговорить, побеседовать. Ну и, если не возражаете, давайте начнем с самого простого. В чем идея съезда политологов? И как вообще политологи могут находить общий язык в большой аудитории, когда каждый из них, в общем, ведет какую-то свою поляну и работает, можно сказать, индивидуально, в отличие от представителей некоторых других общественных дисциплин? Ну, я думаю, коллеги, вы не совсем точны, потому что, на самом деле, как всякое профессиональное сообщество, у профессионального сообщества есть желание, политологи таковым сообществом являются, желание вести профессиональный разговор с друг другом, обмениваться мнениями, анализом тех или иных явлений, которые происходят вокруг нас, в России. А здесь очень богатая пища для деятельности профессионального сообщества, так и за рубежом. То есть, потому что в том мире, в котором мы живем, в меняющемся мире, происходит масса процессов, которые требуют выработки соответствующих стратегий, выработки тех или иных подходов. И, на самом деле, когда возникла идея создания российского общества политологов, мы молодая общественная организация, это самоорганизованная структура. Мы исходили из того, что сегодня Россия – это не только Москва или Петербург. Столицы столицами, в них всегда кипела жизнь, и было достаточно огромное количество ученых. Вы имеете в виду, извините, что перебиваю политическую жизнь, налетие политического класса, социально активных граждан? Я имею в том числе и большое число людей, которые занимаются политикой профессиональной. Это и политическая журналистика, это и различные научные центры, это структуры при Государственной Думе, при администрации президента Ежи с ними. Многочисленные структуры, которые составляют все то, что мы называем политический класс. Для нас важнее было другое. Россия – это все-таки страна регионов, и Российское общество политологов отвечало на запрос. Запрос наших коллег, работающих в разных весях нашей страны. Сегодня не случайно у нас 60 отделений Российского общества политологов, представляющие те или иные субъекты Российской Федерации. Кто эти люди? Это те наши коллеги по профессии, которые представляют преподавателей, профессоров тех или иных учебных заведений, представляют действующих политиков, либо политконсультантов, работающих в органах государственной власти, или в тех или иных партиях, движениях. Все то, что называется одним емким словом различные элементы гражданского общества. Как я понимаю, Российское общество политологов, которое вы представляете, это те люди, которые в принципе в базе своей все-таки стоят на так называемых государственнических позициях. Это так? Я бы сказал так. Как всякие обобщения, вы понимаете, они несут в себе упрощение ситуации. Сравнения хромают обобщение. Ну, я согласился бы с вами с тем, что действительно в Российской Федерации существуют различные объединения, в том числе наших коллег. И мы на самом деле, создавая Российское общество политологов, исходили из следующего. Для нас, с одной стороны, является очевидным фактом, что российская политическая традиция родилась, извините меня, очень давно. И она не ведет свой отсчет с момента создания нового российского государства с 1991 года, как иногда утверждают наши коллеги. Второй момент. Нам показалось, что период ученичества, через который прошли многие политологические школы страны, на самом деле уже пройден. Что я имею в виду период ученичества? Понимаете? Я думаю, что, когда мы говорим о том или ином понятийном аппарате, а политология, как всякая наука, имеет свой язык, свои понятийные инструменты и механизмы, методы, нам показалось, что было бы неправильно не соединять то, что, мне кажется, рождает сама жизнь, соединять мировой опыт, то, как развивается это предмет, это знание в тех или иных странах мира, с нашей российской отечественной традицией. Когда в России принималась нормативная база о таком важном явлении, как местное самоуправление, которое затрагивает каждого жителя Российской Федерации, мы ведь что сделали на уровне законодателя страны? И что было поддержано экспертами, в том числе и политологами? Мы взяли просто опыт, который есть у наших европейских коллег, европейскую картию местного самоуправления, и калькировали его, перенеся на российскую почву. В итоге, что мы сегодня видим? Сбой постоянной работы системы местного управления, потому что она имманентно оказалась не характерна для тех реалий нашей жизни. Когда мы исключили целую важную цепочку государственной власти, какую, я считаю, есть власть на местах, и назвали ее негосударственной муниципальной управления, мы с вами фактически сделали систему неэффективной. И таких примеров я могу приводить немало. В сфере экономики, в сфере культуры. И это все говорит о том, что очень поэтому важно, не отрицая, а обогащая имеющий мировой опыт, строить работу, опираясь на реальную землю, на свои национально-культурные традиции, на наши ценностные ориентиры. Пример с калькированием опыта местного самоуправления, он, конечно, впечатляет, но тут возникает несколько вопросов. Я не знаю, вот, Игорь Иванович, вы пожелали, чтобы он дополнил. Я бы дополнил, да, такой момент очень важный. Вот Станислав Германович поднял вопрос наличия разных институций, политологических ассоциаций, обществ. Их действительно очень много. И тех, которые занимаются наукой политической, и тех, кто занимается консультированием, связями с общественностью, другими направлениями, академическими структурами, которые связаны в большей степени с образованием. Мы, когда затевали это все, и вот наши сопредседатели, они стояли, так сказать, во главе этой идеи, исходили из того, что не стоит забывать не просто исторические традиции, опыт, но и то, что российская политология всегда была частью мирового политологического наследия. Да, обогащала его. Больше того, у нас так получилось, что часть наших мыслителей были, так сказать, приватизированы французской, американской школой. Дмитрий Саймс, например. Ну, это советская школа, да, советско-американская. Я имею в виду немножко другое. Слобин, например. Много чего. Много, да. Те же Моисей Острогорский, например, или Петерим Сорокин, да, и другие. А, ну это уже ранние. Да, если идти, так сказать, более глубоко в исторический материал. И мне кажется, вот это разделение на, так сказать, формальное, там, в отечестве написал человек труды или за рубежом, не так важно. Важно другое. Действительно, нашим авторам, российским политологам удалось многое из того, что не удавалось по разным причинам сделать и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Например, Острогорский блестящим образом объяснил причины и последствия, так сказать, работы партии, да, когда они создают кокус, когда они отгораживаются от своих последователей, избирателей, да, партийная верхушка начинает работать, так сказать. Потихонечку подбираемся к теме Трампа. Машина, да. До воспроизводства власти. Но вот именно это хотелось подчеркнуть, поскольку изначальная установка на какой-то недостаток, ущербность, возможную, так сказать, юность российской политологии, она, мне кажется, здесь непродуктивна. Как раз нужно идти от того, какая прагматика возможна, что мы можем объяснить для себя и мира, пользуясь нашими традициями познавательными, нашими традициями, связанными с участием в политической жизни. Ведь российский опыт, он не сводим, например, только к выборам или голосованиям. И мировой тоже. И мировой также, да. И случайно, Патон Ильич, извините, я бы дополнил, говоря о предстоящем съезде, который здесь гостеприимно принимает у нас татарская земля в Казани, та повестка, которая сегодня обозначена, привлекла не только российских исследователей, но и зарубежных коллег. У нас сегодня количество желающих участвует... 40 человек или 40 стран? 40 иностранцев, они почти все из разных стран, у нас там небольшой перевес есть, но это около 30 стран. СНГ, Европа, Восточная Европа? Разные страны. И Китай. И Китай. И Латинская Америка. И Латинская Америка. И Иран. Поэтому тут варианты разные. О международных аспектах и о международном участии мы поговорим чуть позже, если не возражаете. Вот я хотел бы вернуться все-таки к примеру, который вы привели с местным самоуправлением. Вы упомянули, что когда это переносилось на нашу почву, да, одобрение, прежде чем правительство приняло решение, там закон соответствующий был принят, участвовало экспертное сообщество в анализе, и это экспертное сообщество дало положительное заключение. При всем при том, что для тех, кто живет в пределах местных управлений, да, для обычных людей, мне кажется, было совершенно очевидно, безо всяких экспертных заключений, что, а, если не будет соответствующего финансирования, а также, если не будет уровня достаточности личных доходов, доходов домохозяйств, то ни о каком местном самоуправлении просто речи быть не может. Потом началось делегирование с уровней региональных властей, делегируют с полномочия туда, отсюда, сюда, часть из них сопровождается финансированием, часть чисто на бумаге, и, в конце концов, наиболее экстремально мыслящие, не хочу сказать экстремистские люди, просто сказали, ребята, да мы не готовы к местному самоуправлению в силу ментальности общества. Почему это произошло? В том числе. В силу ментальности. Это одна сторона. А другая заключается следующее. При принятии тех или иных важных политических решений, мы сегодня говорим о политике, государственных решениях, всегда необходимо следовать согласно доброй русской поговорке. Семь раз? Семь раз, да. И один раз отрез. К сожалению, надо сказать, одна из бед, которая существовала, в том числе и существует в той или иной степени, и об этом мы сегодня тоже говорим, заключается в том, что подготовка всяких таких решений должна проходить через серьезную экспертизу. Вы помните 90-е годы, когда, извините меня, в Кокистане находилась российская высшая школа? И поэтому, конечно, качество экспертизы, мягко говоря, желать должна была лучшего. Это одна сторона тела. Другая сторона, желание и способность самой власти слышать, это тоже проблема. Поэтому нужен диалог. И одна из задач российского общества политолога, не исходить из постулата, мы такие умные, мы все знаем, а вы там, сидящие в тех или иных кабинетах, живете по другим принципам, другим законам, и как бы эти две составляющие, эти два страта не всегда сходятся. Одна из задач заключается в том, чтобы на региональном и федеральном уровне была, с одной стороны, востребованность тех знаний, тех наработок, которые сегодня существуют у достаточно большого числа умных, интересных людей, работающих в области политической науки. А с другой стороны, чтобы и власть имела инструменты, это и общественные советы, конституционные советы, это экспертизы и многое-многое другое, которые все вместе через проектный менеджмент, методов и форм много. То есть требуется, что называется, встречное движение. Вот мы, представляющие высшую школу, такое встречное движение по отношению к власти сделали. И более того, мы не в ожидании, мы работаем, мы взаимодействуем. Более того, масса примеров есть, как наши коллеги в тех или иных регионах взваливают на свои плечи те вопросы, которые стоят перед исполнительной, законодательной властью. И повестка эта широкая. Это и анализ сложнейших для России межконфессиональных, межэтнических проблем. Это решение и предложение вопросов по выработке правильной миграционной политики. Это, если хотите, и вопрос эффективности государственного управления. Политология, на самом деле, это не только наука, все-таки это и возможности рационализировать наше представление о мире, мире общественных отношений и политических связей. Моучное познание мира, ну а как же. Ну вот, хотя бы подтверждая, что это явление происходит постоянно, я взял перед собой перечень тех конференций и мероприятий, которые мы предложили за последний только период российскому. Я не буду долго говорить. Например, политические процессы на постсоветском пространстве. Понятно, да? Актуальность темы 2014 года, Украина, Крым. Давайте мы перейдем сразу к актуальности темы 2018 года, если вы не хотите. Да, хорошо. Образ будущего. Да. Желаемое, возможное, необходимое. И? Да. Всероссийская научная конференция. Обсуждали проблемы, говорили, искали точки. И на самом деле, мне кажется, понимаете, не сегодня придумано, сначала было слово. И, как мне кажется, вот это не потерять желание, явление, не просто моторикой среагировать. У нас сейчас ведь как бывает? Реактивные реакции, да? Что-то происходит. Политика, к сожалению, сейчас такая бывает. Да, это, знаете, напоминает мне эффект у Павлова академика, помните, да? Ну, как же. На известном, животном любимом. Словно. Да, условно. А на самом деле, у науки обществе, коим является политическая наука, да, есть и функции прогнозирования. Есть, извините меня, детальный анализ того, что уже свершилось, и понять, чтобы не наступать только на одни и те же грабли. Да, мы ведь наступаем очень часто на эти грабли. Поэтому, на самом деле, я бы сказал так, бережное отношение к тому, что нарабатывается нашими коллегами, лежит в основе работы любого научного сообщества. Я вынужден, наверное, на этом закончить свои вопросы. Огромное вам спасибо за разъяснение, за анализ. Мне остается только пожелать, чтобы второй съезд российского общества политологов здесь, в Казани, в том числе в стенах Казанского федерального университета, прошел успешно, удачно, чтобы вы обогатили друг друга и политологическую науку в целом, чтобы ваши анализы и ваши экстраполяции были точны, интуиция вас не подводила. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас сегодня в студии в программе «Акцент» были заведующие кафедрой российской политики и декан факультета политологии Санкт-Петербургского государства университета Станислав Германович Еремеев и доктор политических наук, исполнительный директор российского общества политологов Игорь Иванович Кузнецов. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Акцент». Я повторяю, меня зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»